Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хотела вот сказать про завтрашнее видео и уйти. Но увидела вот эти вот ранние сорта, которые у меня поспели в сентябре. И хочу вам рассказать еще о одном приеме, которым я пользуюсь. Вот смотрите, вот эти все томаты, которые сейчас уже, ну можно сказать, середина сентября, это же поздно для томатов, которые поспели только-только. Ну ладно, если это сорта там средне-спелые, там поздне-спелые. Но среди этих сортов есть у меня сорта ранние, которые поспели только-что. Вот, например, у меня золотая пуля, вот этот красный дюшес. А вот еще гости дальневосточные, прекрасные. Смотрите, какие саммит, там есть топтышка. Ну и много других сортов, которые не средние, не поздние, даже и не средние. А именно ранние. Почему они у меня поспели в сентябре? Конечно, не потому, что они плохо себя вели, или какие-то они больные были и отсталые в развитии. Нет, они были прекрасные. Видно, что у них прекрасное состояние. Нет ни больных, ни кривых, ни косых, никаких. Я специально ранние сорта, несколько видов, высаживаю попозже, чтобы... Ну, тут несколько причин. Сейчас назову несколько причин. Первое. Во-первых, чтобы рассредоточить нагрузку. Когда у меня летом поспевают вот эти, ну, такие нормальные, хорошие сорта, и тут еще и скороспелки, и эти. Вот обычно эти сорта мы же используем для каких-то там, для консервирования. Вот я говорила, что они хорошо идут для хранения. Поэтому они как раз, кстати, приходятся нам, пришлись бы нам осенью. Но если у них ранний срок созревания, они получаются, что летом они почти все отходят. Я делаю так. Для того, чтобы консервированием заняться попозже, я специально высаживаю их позже. Конечно, это не всем понравится. Например, никому не нравится снимать, ждать до сентября, когда поспеют вот эти сорта, которые могут вызреть раньше. Но тут мы убиваем двух уток. Во-первых, я могу консервировать сейчас, не торопясь. У меня уже основные все это работы закончились. А во-вторых, вот эти сорта, я про них говорила, которые сливовидные, там, перцевидные, небольшие, некрупные. Они же прекрасно хранятся. Все они подходят для хранения. И сейчас, вот, сняв урожай, я их распределила на две части. Какие-то сейчас я использую. А вот эти вот лотки я приготовила для того, чтобы опустить в подвал на длительное хранение. Ой, дождь не даст вообще ничего сказать. Точно так же с другими сортами. Нынче я позже посадила дамские пальчики, хотя они ранние. Сибирский пируэт, огородный колдун. Только для того, чтобы сейчас осенью спокойно их законсервировать. И которые не дозрели уложить в подвал. Конечно, если будет время, я покажу вам в подвале, как они будут храниться. В прошлом году я все показывала. Но только потому, что именно эти сорта показали в прошлом году лучший. Такой наибольший, самый длительный срок сохранности. Они долго, хорошо лежали. В этом году я их посеяла и высадила попозже. Но все, будем заканчивать. Дождь ничего не дает сказать. Хочу еще раз показать вам, какие у меня казановы выросли на шторке. Сейчас, подождите, если я смогу. Вот эта шторка, которая оградительная. Смотрите, какие выросли. Деньше моей ладони. Вот эта шторина так шторина получилась у меня. С такими вот бабухами. Ой, подождите. Красота какая. А я давно сюда не подходила. Смотрите, какой казанова. Хороший, свеженький. Вот он, кстати, тоже, если какие-то тут не вызрюют, тоже пойдет на хранение. Хранится хорошо. Так что, если вы видите, что у меня тут ранние сорта, какие-то скороспелочки. Это не значит, что они опоздали. По неболе все идет по плану. И все это было сделано специально, чтобы вот так сейчас осенью все эти ранние скороспелые сорта можно было законсервировать и уложить на хранение. Все, до свидания.